всем доброе утро на улице такая мерзкая погода вообще дождь мелкий снег уже тает и под ногами какие-то лужи непонятные и вообще да я не люблю такую серость голова раскалывается просто жесть побыстрее бы уже был бы нормальный снежок морозец какой-нибудь минус 5 минус 6 максимальный много снега конечно не лежало но чтоб на сантиметров 10 можно чтоб покрыла такая дождливая погода дождливые дни хочется что-то вкусненького приготовить вот взяла селень вишина со шпинатом и сейчас буду добавлять сюда слегка обжарила чесночок аромат вообще божественный присолила и буду 33 процентные слитки сюда добавлять вообще будет невероятно вкусно советую вам попробовать очень легко быстро думаю многие так сейчас готовят не готовите то начните обязательно потому что это быстро легко и очень вкусно в общем пока я была в турции забросила конкретно канал вообще никаких съемок не было я надеюсь каждый не произойдет но это произошло в принципе как и прошлые разы теперь вот ищу другую партнерку то партнерка от меня отказалась потому что не было им смысла со мной сотрудничать канал завис и нету никаких не просмотров не обновление я ничего не снимала ничего не выбрасывала сейчас нашла сейчас новую партнерку мне катя посоветовала спасибо большое девчонки тоже некоторые на нее вообще по переходили потому что моя пара партнерка бывшая там они завысили требования и я уже к ним не подходила не по просмотру мне почему и вот сейчас буду пытаться чтобы меня одобрили в эту партнерку это рашу девчонки у меня новая книга новые правила от элен фейн секреты успешных отношений для современных девушек кто-то читал у вас я начинаю читать надеюсь что будет интересно расскажу могу ли советовать неинтересно ваш отзыв может кто-то из вас читал из-за чего телефон упал подоставка с кем ты говорила с одним психом почему не вечно так не везет кому-то срочно нужно массаж а по погоду что просто хочется лежать в кровати смотрим мультик монстра на каникулах на окне у нас уже наклеены всякие новогодние штучки а вот мои новые жалюзи день-ночь они реально прикольные жалко что здесь плохо сейчас их видно они такие светло-серые прикольные потом включу свет вам покажу они так вписались хорошо в нашу так сейчас собираемся с эмилем идти на занятия выходим на английский язык и сейчас начали заниматься другими занятиями мантисори школу мы также ходим и в этой мантисори школе у нас сейчас так получилось что у миля разные группы то есть группа в которую он ходит мантисори ходил она уже для него маленькая там более маленькие детки все пришли и он уже это все прошел ему уже стало неинтересно а еще есть группа которая для более постарше детей но там уже она такая как подготовительная то есть вот этой вот разницы между этими группами сейчас нет за счет этого и нам пришлось сейчас в тот день когда это все объявилось мы решили пойти на индивидуальное занятие как оказалось преподаватель она на самом деле психолог по образованию и мы с ней позанимались один урок и я ее чуть-чуть вела в курс наших всех событий семейных и сказала что есть развод и папу он не видит видео как бы в том году надо так мельком наездом и я хочу просто понять что ребенок сейчас чувствует какие у него ощущения внутренние потому что не всегда дети это могут вам сказать это может быть сидеть у них внутри и я за это начала переживать поэтому я пообщалась с психологом и она потом пообщалась с ребенком сказал вроде все слава богу но она хочет все равно с ним продолжить общение и занятие за счет этого она его взяла к себе и у нас теперь будет индивидуальное такое занятие с ним сразу после английского и вот сейчас уже будем с Эмилем собираться и ехать на английский и вам покажу чуть-чуть что-то поснимая там как это все происходит идем на английский уже темно а только четыре часа дня меня это выбивает просто из колеи я просто сразу начинаю думать что какая-то уже темень куда я тащу ребенка какой-то страх не знаю вон с Эмилем идем пойдем на английский а потом у нас в Монте-Сори на улице опять все замерзло все то что таяла-таяла опять замерзла а где мы уже пойдем в Монте-Сори вот мы сейчас едем Костя stand up sit down stand up one, two, three, four goodbye, goodbye, see you again who can sing this song? ну, долгие у меня песни good-bye, good-bye, see you my friends о, Настя, thank you good-bye, good-bye, I press fun today stop your feet shake your body stay still stay still stay still okay stop your feet turn left turn right one, two, three, four one, two, three, four goodbye, good-bye, see you again goodbye, good-bye, see you my friends goodbye, good-bye, I have fun today icon yes, I have fun today yes I have fun today 4 а кто будет интереснее, чем кто? я еще не считаю ну один он будет, вешай ну два, 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 два а это два а они ж разные они же одного цвета ты посчитал, сколько? 1, 2, 3. Хорошо. И 4, да? Желтых 4. Сколько зеленых? 2. Больше нету, что ли? Я еще не вижу. Еще один. Это какой? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да. А этих сколько сидит? Еще один зеленый. Ну ты что? Это четвертый. Этих сколько было? 4. Этих 4. Значит поровну. А этих? Этих тоже поровну. Как поровну? Этих смотри, считай. 1, 2, 3. А этих было 4. Значит каких больше? 3 или 4. Этих сколько? Всего лишь 2 вешай. Расслабление для Майи. Круто, правда? Это называется... И вот так вот выглядит комната, в которой мы занимаемся в Монтесоре. А в другой занимается Эмиль сейчас. И скоро они сюда придут. Эмиль, привет, говорит тебе наш песочек. А я знаю, как я могу? Нет, я хочу с тобой поздороваться сначала. Вот так. Почувствую, как на тебя песочек сыпется. Здорово? Она как рисует? Давай теперь левую ручку. Это мы сказали привет твоей правой ручке. А где твоя левая ручка? Есть? Ну вот она. Левая, правая. Это правая. И моя правая. Вот моя левая. А где твоя левая? Давай левую ручку. Подставляй под песочек. Да, догонять. Да, он будет нас догонять. Ты хочешь нарисовать дорожки? Ну да. Для того, чтобы их нарисовать, надо научиться сначала насыпать фон. А давай сначала мы сделаем и песем машинку. Ну конечно, когда будет готова дорога, тогда сделаем машинку. Набираем в кулачки песочек. Побольше. И вот так вот мы рассыпаем. Смотри. Это называется фон. Как это называется? Фон. Фон. Молодец. Не-не-не-не, равномерно. Разбрасывать песок нельзя. Ты же видел, какой он красивый? Бережем каждую нашу крещинку. Они еще разноцветные. Ты видел? А как надо так делать? Ну просто вот так набираешь побольше и рассыпаешь. Вот так, как дождик. Просто надо потренироваться. У меня тоже сразу не получалось. Угу. Набираешь и насыпаешь. Ну что, поехали дорогу строить? Давай. Ставь кулак. Как начальники ста. И пошли такую дорогу везти. Только рука у тебя опять сполз. Подожди, подожди, подожди. Ух ты, какой у нас лабиринт. Прям американские горки какие-то получились. Я полетел. На машине полетел? На чем ты полетел? Когда говорят полетел на машине, значит быстро едешь. Я попряжаюсь. Мы вражаем. Бам! Красивый. Правда же? Выбирай себе кабинку. На какой ты будешь ехать? Вот такой. На этой? На самой первой? Угу. Хорошо. Только нужно для нее подняться по лесенке. Давай нарисуем лесенку. Ах, да. Еще забыла вам сказать по поводу того, почему я спрашивала. Спасибо, что, конечно, вы у меня оказались такие активные. Я, конечно, ожидала либо тишины, либо больше, но середина это тоже очень даже хорошо. Просто я по процентам смотрю, что больше мой канал смотрят те, кто с России, потом Украина и Казахстан. Спасибо вам большое, что вы смотрите меня, ставите лайки, пишите комментарии. Это очень мне приятно. Буду продвигать дальше свой канал. Сейчас я от партнерки отписана, меня отписали, потому что я на полгода пропала. Я вообще не снимала никаких видео, никакой активности не была на канале. И это поспособствовало тому, что меня просто отключили. Сейчас ищу новую партнерку. Уже одна мне отказала. Конечно, я очень расстроена, если честно. Просто сразу как-то с рук все валится и думаешь, может, не нужен этот канал. А может, и правда не нужен, девчонки, мне мой канал. Может быть, я настолько какой-то обычный какой-то блогер и ничего вам такого интересного не рассказываю. Может, партнерка права, что я ничего такого не снимаю. Каждый день, вы не поверите, я ложу спать и думаю, что я буду снимать сейчас вот такие видео, вот такие, вот такие. И когда утро наступает, мне кажется, что сейчас у меня такое просто психологическое состояние. Максимально меня хватает на какие-то вот влоги, какие-то рецепты. Может, какие-то болталки с вами. Может быть, и правда мне не нужно делать канал. Не знаю, честно. У меня просто как-то расстроенная, честно. Я понимаю, что есть много блогеров, есть девочки, которым по 12-13 лет они такие интересные видео снимают. Там все, и монтаж у них шикарный. Все на высшем уровне, а у меня какое-то все более детское. Но, правда, честно, я стараюсь. Но есть еще просто другие в жизни вещи, которые мне тоже так же надо делать. Я вот не знаю, как мне размножиться и вообще как все успевает. С одной стороны, я знаю, как распределить свое время, а с другой стороны, вот это лень. Или, знаете, потому что я за два года настолько нервничалась и куча-куча вот этого всего. Одни люди в таких моментах, они раскрываются, находят себя, что-то начинают делать у них, они начинают творить. А другие люди, наверное, я вот это к ним отношусь, которые себя теряют и не могут потом найти. И у них какое-то затишье перед бурей. Вот дай Бог, пусть у меня будет сейчас затишье перед бурей. Я сейчас соберу себя в кулак и пойму дальше, что мне делать. И надеюсь, что пока я буду себя собирать, вы останетесь со мной и никуда не растеряйтесь. И я не буду обещать, но я очень хочу снимать вам очень интересные видео. Напишите мне в комментариях, на какую тему вам было бы интересно. А что по поводу стран? Мне просто было интересно, с какой страны вы смотрите, какой город. Мне было интересно знать, какая у вас погода, какое у вас настроение, чем вы занимаетесь. И, может быть, мне нужно какую-то другую страну поехать посмотреть для жизни, для будущего, для ребенка. Поэтому мне было интересно спросить, откуда вы, что вы. Но я знаю, единственное, что есть такая пословица «Везде хорошо, там, где нас нет». И я надеюсь, что все-таки скоро у меня где-то выплывет. Сейчас я, как знаете, как засяду, как мне посоветовала моя подруга, засяду на дно и буду… И вот куда меня сейчас ветер отнесет, тогда вот в ту сторону, значит, я и должна быть. Туда мне, значит, и дорога. И поэтому сейчас я на какое-то время просто чуть-чуть делаю паузу. Но видео должна я не переставать делать. Просто то, что я сейчас пока в поиске себя, своего душевного состояния и равновесия. У нас есть такое местечко, где продаются все машины. Чтобы вы понимали, можно купить танк. Самое главное – снижена цена. Цена снижена. Прям супер скидки. Кому нужен танк? Приезжайте к нам в Харьков, можно забрать свою машину мечты. Свой танк. И так дальше продаете себе. Смотрите, Лексусы, Мерседесики стоят. Круто, правда? Почти в центре города. Субтитры делал DimaTorzok